Сегодня нас ожидает очень-очень интересный разговор с пастором из Голландии, с пастором Оскаром Грифионом. И пастор, здравствуйте, очень рады вас приветствовать. И вы уже не первый раз приезжаете к нам в церковь, служите у нас в церковь, но перед тем, как какие-то вопросы вам задать практически. Могли бы вы вообще рассказать о своей церкви, о своем служении, может быть о своей семье, чтобы мы поближе с вами познакомились? Я очень рад быть здесь. Я, как вы сказали, из Голландии. Я со своей семьей жил 10 лет в России. Сначала в Санкт-Петербурге, потом в Азбесте, в уже уральском регионе. Я помогал пасторам посещать реабилитационные центры и взращивать новых церквей. И я знаю, что ваш пастор тоже приглашал меня в вашу церковь, он лидер. А сейчас, с 2010 года, я пастор в Голландии. В Голландии много церквей, но не таких больших. И у нас от 50 до 70 человек на встречах воскресенья в церкви. Я женат, у меня пятеро детей. И я очень рад посещать Кению и Россию несколько раз в год. Пастор Оскар, скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы очень много лет жили и служили в России. Я в разных церквях служу и в Голландии. Я служил в Голландии, и затем я встретил человека, работавшего в России, помогал церквям. И он меня однажды пригласил поехать с собой. И я почувствовал от Господа призыв приехать в Россию и жить здесь. И у меня завязались связи. Наша семья чувствовала себя здесь комфортно, мы обучались языку. Это моей личной идеи никогда не было. Но я вижу, как Господь совершенно чудесным образом работал и продвигал меня. Спасибо. Вы прожили очень много лет в России. Даже вот перед записью этой передачи мы даже с вами без переводчика общались. То есть вы достаточно хорошо знаете Россию, русский менталитет. И также родились и служите в Европе. И поэтому мы хотели задать вопрос, который нас интересует. Во-первых, в России в этом году, ну как во всем мире, весь протестантский мир, мы отмечаем 500-летие реформации, празднуем. И вот первый вопрос, скажите, пожалуйста, а как вот в Европе отмечают этот праздник и отмечают его? Да, Европа — это, пожалуй, континент, часть света. А Голландия — это всего лишь небольшая часть Европы. Как же они это в Европе празднуют? Этого я не знаю. Что я знаю насчет Германии, где Мартин Лютер был рожден и служил. Как они это празднуют? Они празднуют это, основываясь на истории. Я думаю, что то же самое связано и с Женевой, где Жан Кальвин жил и работал. Но в Голландии реформация не начиналась. Когда реформация началась в Германии и в Женеве, в Швейцарии, это повлияло на мою страну. Мы в Голландии не настолько сильно празднуют подобные события. И мы в Голландии не так сильно заботимся о вопросах истории, и поэтому я не думаю, что даже многие голландцы задаются вопросом о корнях реформации. Я думаю, что многие христиане даже знают Мартина Лютера или Жанна Кальвина, но они, по сути, ничего о них в глубоком плане не знают. Скажите, пожалуйста, вы сказали как раз, что Европа, особенно Германия, были колыбелью реформации. И 500 лет назад в Европе было такое большое христианское пробуждение, даже так можно сказать, когда росли церкви, становилось очень много верующих, горящих служителей, христиан. Но вот если мы посмотрим сегодня, спустя 500 лет, то сегодня позиции христианства в Европе, христианство теряет свои позиции. То скажите, пожалуйста, почему так вот происходит? Ведь когда-то же был Мартин Лютер, вы сами говорили, многие эти реформаторы служили Европе. Почему же так происходит? Я не историк, поэтому я не могу вам дать точного ответа. Я могу лишь поделиться своими мыслями. Но я считаю, что реформация это было на самом деле движением Духа. В то время римская католическая церковь держала христианство под властью многих законов и разных вопросов, касающихся исполнения обрядов. И Мартин Лютер как раз был тем, кто отыскал место в Библии, которое говорит о том, что мы живем верой, а не по каким-то правилам церковной. И вера во Христа это личное дело каждого. И он понял, что не только пастор католической церкви должен читать Библию, но и каждый верующий. И это базовое понимание того, что мы спасаемся верой, а не делами. Я думаю, что успех реформации как раз-таки заключается в том, что люди желали отношений с Господом. Мы знаем, что Мартина Лютера исключили, мягко говоря, из римской католической церкви. Но это было потому, что они ему сказали, что ты веришь, что ты спасен, и из-за того, что ты не подчиняешься правилам церкви, мы тебе скачали. Читать собственную Библию было опасно. Потому что пастор они любили, когда люди думали сами. И когда люди понимали, что их жизнь основывается на законах католической церкви, а основывается на Библии, они получали определенную свободу. И то, что случилось через несколько поколений после реформации, это было отношение римско-католической церкви. Их взяли под свой контроль, лютеране и кальвинисты. Они также начали говорить, что мы единственная верная церковь. Вы должны верить в то, что мы проповедуем. И это не из-за благодати, это из-за того, что вы должны ходить в церковь и исполнять церковные правила. И то самое случилось. Хорошее начало затем дало плоды того, что протестантская церковь вернулась к тому, что дело католическое. Появился закон. И в последние сто лет от кальвинистской церкви в Голландии достаточно устали. Она была церковью осуждений. Она учила больше о букве, чем о свободе Духа Святого. Она была больше о законе, чем о благодати. И из-за того, что они придерживались традиции, новое поколение молодых людей не чувствовали себя больше объединенными с церковью. Во многих европейских церквях и в Голландии сейчас такая тенденция, что ты туда входишь и ты не чувствуешь атмосферу отношений. Будто бы ты возвращаешься назад во время евангельские церкви, напротив, растут. Но церкви, которые были результатом Реформации, как и лутеранты и кальвинистские церкви, они умирают. Люди не ходят в церковь, чем только старые генерации людей, которые умирают. Люди больше не ходят в церкви, в такие только раз, лишь то старшее поколение. И те здания, которые раньше были церквами сто лет назад и были полны людьми, сейчас пустые, разрушены. Или когда архитектура церковного здания очень красива, в нем делают рестораны, бутики или что-то подобное? Скажите, пожалуйста, вы рассказали, как в Европе произошла такая тенденция, когда христианство стало терять позиции. Мы живем в России, и вы служили в России много лет. И у нас в России говорят, что то, что происходит в Европе, то обычно с опозданием приходит и в Россию. И если следовать вот этому вот правилу, которое многие вот так вот выводят из различных событий, то, соответственно, и в нашей стране вот это вот бурное развитие христианских, протестантских, евангельских церквей, которое было в 90-е годы, со временем должно, может быть, пойти, то есть на нет, начать снижаться. То есть что вот нам в России, вы знаете, у нас русский менталитет и все, как нам сейчас поступить, как нам приготовиться к этому вот вызову, чтобы у нас наше христианство, вот молодое, евангельское, не потеряло свои позиции в России. Ну, давайте будем говорить с позиции русских. Мы, русские, все-таки все здесь в проеме. Я себя вижу более русским, чем голодцем. Я думаю, что как церковь России мы не должны бояться. То, что случается в американских церквях необязательно 100% случится в европейских. И то, что случается в церквах Европы необязательно случится в церквах России и Азии. Ты, Миш, как раз сказал о том, что церковь евангельская имеет другую историю, нежели чем церковь евангельская в России, нежели чем церковь евангельская в Европе. То, что я вижу по сравнению с Голландией, в России церкви растут. Это я говорю о евангельских церквях, которые я знаю на Урале. По крайней мере, те церкви, которые я знаю в Первоуральске, в Азбесте, в Екатеринбурге, они растут. Я думаю, что вам нужно понимать, что является силой вашей церкви. Я вижу, что у вас есть уважение к прошлому, уважение к вашим лидерам. И вы не отделяете себя от реформации, от пробуждения, которое случилось 500 лет назад. Церкви в Голландии так делают. У них была эта реформация, но они ее не празднуют. Но вы ее все равно празднуете. И это происходит из-за того, что вы понимаете здесь в России, то, что происходит у вас, происходит благодаря тому, что Дух Святой делал когда-то, 500 лет назад в Европе. Многие церкви в Голландии потерялись с реальностью и социальной. Многие церкви в Голландии потерялись в плотности реальности и в плотности общественного мнения. Потому что... Они были заняты только тем, что происходило внутри церкви. Когда они приглашали людей приходить в церковь, людям с улицы приходилось подстраиваться под церковь. Но это противоречит тому, что Иисус сказал. Иисус сказал, что мы должны идти в общество, в мир. Все церкви, которые я знаю в России, которые растут, они чувствуют ответственность за общество. Они дают еду для бедных. Они дают одежду для детей, которые нуждаются на улице. И они помогают наркозависимым, алкозависимым. Они ставят акцент на том, чтобы быть христианином в том обществе, где ты находишься. В школе, на работе, где угодно. И то, что я вижу в российских церквях, то, что, третья вещь, много уделяется внимания отношениям с Богом. И если эти три вещи будут сохранены вами в вашей поместной церкви, вы будете церковью, которую имел в виду, чтобы она была Иисусом. То, что это место личных отношений с Богом, где мы помогаем друг другу, когда мы помогаем людям, которые вокруг нас, и что мы инструмент Божий в этом мире. И когда люди из мира приходят в церковь, или встречаются с христианином, как со своим соседом, это своего рода объединение, потому что это происходит в рамках одной культуры, в рамках одного времени. Многие христиане в Голландии из протестантских церквей в воскресенье ведут себя как христиане, но во время рабочей недели они ведут себя так же, как и остальные люди, которые вообще не верят в Бога. И тогда у вас теряется понимание, почему мы церковь в этом мире и что мы должны делать. И мой совет это всегда сохранять личные отношения с Богом. Помогать другим, делясь Евангелием, как стилем жизни. И где бы вы ни жили, ни работали, ни учились, будьте благословением для людей, которые вокруг вас. И если это все касается церкви, Бог поможет вам. И я верю, соответственно, тому, что написано в Библии, то, что Бог ищет людей, которые его жаждут. И людей, которые хотят быть им используемыми для помощи других людям. И иногда в Голландии я использую примеры российских евангельских церквей о том, что они делают действительно хорошую работу. И я думаю, что мы не должны бояться того, что происходит в остальных частях света и что оно обязательно придет сюда. Большое спасибо за эти советы. Я уверен, что это будет большим благословением для нашей церкви. Более того, всегда ваши приезды большое благословение для нашей церкви. Сегодня вы будете проповедовать, служить, учить в нашей церкви. И я знаю, что вы завтра уже улетаете, поэтому также от лица всей нашей церкви мы благословляем вас и передавайте большой теплый привет от нашей церкви, из России с любовью, как говорится. Поэтому любим вас, оценим наше общение. И большое спасибо за это общение. Слава Богу.